Море шумит грозной волной, чайка летит рядом со мной, что ж вы друзья приуны... Нифига себе, это что такое? А, это у нас очередная загрузка. Опять, наверное, неприлично долгая будет. Пока что могу сказать, игра мне очень нравится именно тем, что, во-первых, она меня успела уже напугать. В принципе, начал игры я уже несколько раз всрался серьезно. Во-вторых, чувствуется атмосфера. А в-третьих, как-то все очень профессионально сделано. Хорошая озвучка, хорошая графика, хорошая, в принципе, геймплейная механика. Конечно, рукопашные бои здесь довольно-таки плохо сделаны. Да ладно. Так, и мы двигаемся дальше. На что? Погреемся. Хорошо, тепло. Он даже перчатки снял. Все. Двигаем дальше. Пойду. Ну что такое вообще? Это какой-то зомби, что ли? Эй-эй. Да получи, ну что ж ты? Падай. Падай. Я не могу твои этот взять. Так, можно еще погреться, нет? Давайте погреемся. А то он мне неплохо так настучал. Блин, я очень быстро выдыхаюсь, пока что это меня раздражает. Два шага и все, выдохся. О, тут вода не замерзшая. Это что такое? Да. 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 Нормально. Еще погреться можно, похоже. Ну, у меня, в принципе, так все неплохо. Ладно, двигаем дальше. Блин, да что тут? Ты что за зомби? Что, понравилось, нет? Винтелем по шайбе. Дома. И сюда. Ой, ой, что это было? Так, я не понял. Ну, ладно. Что бы то ни было, было очень странно, по крайней мере. Я что-то провалился, что ли, куда-то? Странно, странно. Но, тем не менее, продолжаем. Так. Погреемся. Кстати, странно, почему позади этого фонаря стена не растаяла. Удивительно. Давай, вылезай. Не, ну, вот это вот слева, это, по-моему, явно не человек. По крайней мере, звуки он у нас дает довольно-таки несвойственные человеку. Давай, иди сюда. Что, нравится, нет? Хорошо. Ладно, идем дальше. Пока же все неплохо. Сохранимся, чтобы в следующий раз, если вдруг опять что-то непонятное произойдет, не драться опять с этим супостатом. так, погреемся. Давай. И попробуем понять, почему же в прошлый раз я умер. Да елки-палки, ты меня сейчас убьешь просто. Тихо. Хе-хе, уплыл. Водяной, мать твою. Э, а погреться? Ладно, по крайней мере, мы живы. Можно сохраниться. Буду почаще сохраняться, потому что неохота вас обламывать просмотром одного и того же. Ну и, соответственно, неохота самому проходить по сто раз одно и то же. Тихо. Ой, ой. Так, надо спешить, похоже. Пока этот лед не... Ой, ой. Блин, надо уходить. Интересно, куда. О, ползет, ползет, ползет. Блин, меня сейчас убьют. Надо было погреться маленько. Давай, давай. Я его слышу, я его слышу. Ну, теперь, по крайней мере, у меня жизнь есть. Так, ладно, он ушел. Надо по полной восполнить, пока есть возможность. И больше не совершать таких глупостей проходить мимо огня, не погревшись. Давай, вылезай, пановый. Так, куда мы идем вообще? Куда я попал? Тут меня не было. Тут сейчас наверняка кто-то вылезет. А, вот еще один погибший. Посмотрим, что с ним случилось. И постараемся это исправить. Так, я узнаю это место. Тут мы шли только что. Только все было уединевшим. А, как мне плыть? А, ну вроде сама плывет. Хорошо. Куда мы плывем, интересно? Бочки какие-то. Тихо. Это что это было? Тихо, тихо. Тихо. Это уже начинает пугать. Эээээ. Блин, да. Что я могу сделать? Ты урод. Дурак что ли совсем? Уходи отсюда, да. В табло сейчас тебе. Скотина. Иди отсюда. Иди отсюда. Да, блин. Кулачные бои, конечно. Вообще просто. Ну, падай. Да, пошел отсюда. Ха-ха-ха. Хорошо. Да, блядь. Что такое? Жить какая. Да ты же как-то... Ой, блядь. Я тебе испугался. Ты как-то пошел вон отсюда. Ух, да хоррена, слышь. Хе-хе-хе. Получив табло. Блин, хоть пистолет дайте какой-нибудь, я не знаю. Ушел, ушел отсюда. Свали от меня. Блин, на корабле что-то серьезное, что-то нездоровое творилось. Сколько ты еще раз вылезешь? Упертый ты. И куда я приплыл? Ой, ой, ой. Ой, ой. Че, типа... Типа все хорошо кончилось? Ну, ладно. Так, мне на лодку. Блин, не успел. Блин, не успел. Что-то, блин, коряло как-то получилось. Красивый и всегда смелый. И вот он говорит им, своим товарищам. Не успел рассмотреть его фотографию. Надо будет уже на видео паузу нажать. Потому что, блин, не привык я пока держать кнопку. Нажатый. Не привык к местному управлению. Что ж поделаешь. Тут это кидал. Так, вон туда нам куда-то надо, видимо. Пока что очень круто все. Ночью в такой играть в самый раз. Особо радует, что это наш российский проект. Действительно, очень высокий уровень. Единственное, расстраивает, в который раз уже скажу, рукопашный бой местный. Так, хорошо, очевидно, запор. Капитан, по курсу сложный участок, лучше его обойти. Сложный участок? Я думаю, мы с этим справимся, не теряй же нам сутки, по-вашему. Мы можем потерять значительно больше, если трудности окажутся серьезнее. Моя команда может себе позволить испытывать трудности. Особенно, если они предоставляются со временем все реже и реже. Но трудности все же лучше избегать, особенно если такая возможность предоставляется заранее. Вы мне предлагаете не доверять своей командирам? Здесь дело вовсе не в доверии, а в элементарном здравом смысле. Вы считаете здравым смыслом 20 лет к ряду ходить через полярный круг? Но в данный момент это же реальная угроза. Бедный, испуганный мальчик, ты опять испытывал лозу. Но ведь дело не в лозе, а в лозоходце. Послушай, иди к себе в каюту, там ты будешь в безопасности. Просто безумие какое-то. Что это за хер вообще, который не слушает своего капитана и пытается его учить? На наших российских кораблях уже неоднократно было доказано, что капитан это непререкаемый авторитет, и все его решения исполняются беспрекословно, потому что иначе просто кораблем управлять не получится. Видимо насмотрелись американский фильм, где все-все со всеми спорят. Ну да ладно, капитан все равно, в принципе, построил этого уродца, показал ему его место. Так, погреемся. Чуть слабо это греет лампочка, честно говоря. Ну ладно, тем не менее. Будем довольствоваться тем, что есть. Так, открывайся. Хорошо. Там я приплыл. Мне, видимо, в ту дверь, потому что тут у нас тупик. Ну и хер ли ты делаешь, психопат? Водяной, бляха-муха. Так, давай. Ну. Так, хорошо, какие-то шкафы стоят. Че, в них ножики кто-то металл, что ли? Я не могу выдернуть, потому что мне с этим вентилем как-то странно ощущают. Вроде я вооружен, а вроде как и нет. С ножиком бы чувствовался я гораздо увереннее. Тут кто-то питался. Спиртовка. Видимо на ней. Тушняк готовил себе. Так, какой-то пульт. Его по-любому надо нажать. И что происходит? Ох ты, елки-палки. Ты один? И че ты стоишь? Боишься меня, что ли? Иди сюда. За хер с тобой. Дверь откроется, нет? Нет, мне прихожей. Похоже, придется к этому козлу идти. Ничего, сейчас поговорим. Сохранимся сначала. Куда побежал? Трусливый какой. Воду давай, да? Водяной. Беретесь такие. Так, я так понял, фонарик здесь не разряжается, что ли? Так, а давайте с фонариком ходить. Зачем нам его тушить? Все время. У меня привычка, а то появилась пригрессив. Че такое? Тут закрыто. Придется, блин, идти в то неприятное место внизу. А, ну да ладно. Че ж поделаешь. Все растаяло. Так, блин, дверь без ручек. Как мне не хотелось, но все равно придется идти туда, куда убежал этот непонятный трусливый зомби. Я не знаю, как его назвать. Морячок, короче. Да, нам, видимо, в ту дверь. И очередное воспоминание, судя по всему. Посмотрим, что с тобой осталось. Ты почему-то тут лежишь такой мертвый. Угу. Похоже на время надо спить, да? Так, че я еще не нажал? Все, кажется. Эй, че еще нет? Ооо, меня затопило. Да, у меня ничего хорошего не получилось. Давайте попробуем еще раз. Давайте по порядку все нажимать, потому что, блин, я запутался, похоже. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Все вроде? Ну, давай. Ну? Да, блин. Че ж такое? Че еще нет? Может, не туда куда-то убежать надо? Потому что дверь че-то категорически не открывается. Ладно. Давайте. А, нет. Куда я пошел? Ему, может, убежать надо? Даже не знаю. Во! Во! Я понял. Так, раз, два. Да, блин, вода уже пошла. А как тут успеешь-то? Три, четыре, пять, шесть. Все, ушел. Хорошо. Нормально справились. Ладно, ладно. Это прекрасно, по-моему. Я рад, что он спасся. Что здесь? Здесь у нас какая-то кнопочка. Что это такое? Блин, да что такое? Лоза. Ну, или ивовая, неважно. Она ведь параметров не имеет. Дай себе задание найти воду. Задай признак, показываемый этим прибором, и обрящешь. Этот метод работает в случае, когда лозоходец имеет возможность непрерывно расхаживать по полям и в лесу по своему собственному усмотрению. Движимый внутренним ощущениям. Гламорина. Закурить нельзя. Так, тут у нас все растаяло. Это, по-моему, просто прекрасно. Все течет, все меняется. Так, ладно. Сейчас мы сохранимся. Увидимся в следующих частях. На этом закончим. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова